сижу я такое читаю нашел интересную статью википедии называется великая перезагрузка предложение всемирного экономического форума это те кто намалевался на сайте что может дать коронка всей планете там столько ответвлений и конечно же товарищ директор клаус это нам предложил это интересно что насколько я помню википедии управляют спонсируют крупные лица мирового так сказать и правительство каких-то корпораций интересно конечно можно было спросить зачем но и так понятно и можно только представить насколько это важное насколько они в курсе всего этого что аж в статье в самом начале написано распространена теория заговора утверждающая что великая перезагрузка будет использована для установления предполагаемого нового миропорядка то есть они все знают прекрасно знают насколько это крупное обсуждение и конечно же использован термин который как бы дискредитирует все эти сумасшедших с фольгой на башке хотел такое от отступление небольшое сделать прежде чем приступить к смотру обложки нового журнала экономист на 2022 год есть уже несколько таких самых простых видений то есть ты вот только увидел обложку есть сразу несколько идей и мыслей некоторые предполагают что это циферблат некоторые что это прицел и я думаю что это это в равной степени верно что бросается в глаза первое это центр мы видим что под прицелом 2022 год и видим что здесь три года сразу причем ну конечно же упал он 2022 и видимо события вот в эти три года то что здесь изображено имеет ключевое значение в современных каких-то событиях я конечно же обратил внимание на сразу вот эти вот маленькие значки мы видим здесь коронку на заднем плане видим что слева в красном квадрате рост идет то есть что это значит правильно будет продолжаться рост заболеваемости и видим что где еще здесь коронка видно справа здесь некая такая как флакон видимо речь идет про скажем условно ватки ватки сами понимаем что это значит вы видели как выглядит логотип эфириума то есть самые криптовалюты и вот здесь интересно что где изображена некая зеленая тема то есть ветряк видно что здесь нарисован этот логотип как лично я думаю здесь говорится о том что зеленая вся эта тема которая сейчас активно продвигается авто электроавтомобили и тому подобные разработки все больше понемногу приближается к своему значению для чего же все это делается был у меня разбор книги иллюминатов там говорилось чуть больше о том зачем эта зелень вся нужна и как это так происходить стало прямо сейчас кому интересно по ссылкам будет на плейлист конечно же микроскопы говорят о том что будут появляться новые штаммы и в принципе исследования будут продолжаться какие-то такие вот и самое интересное что здесь также изображена ракета по центру если видим ниже все летают какие-то планы про освоение луны и тому подобное хотя как говорят некоторые в кавычках инсайдеры что луна давно уже обитаема поэтому скорее всего будет просто продолжение шоу полетов никаких мыслей у меня особо нет про такие вот уколы нарисованы наверное левый коронный правый по ну вы поняли вот такие вот интересные тут вещи и такой момент что ветряк отражен и с правой стороны и там как какая-то бактерия или что то есть как будто ветром разносится такая тема я вижу что под пином и байденом сверху как будто выглядывает центральный процессор компьютера муж не знаю что это значит некоторые даже сравнили что если разделить это как на поры года вот этот вот самый циферблат то таким способом становится понятно кто в какой момент будет играть роль то есть начнется все китаем продолжится коронкой и какой-то зеленой темой потом исследованиями то есть в принципе все по-старому я здесь не вижу как у чего-то сверхъестественного продолжается все по старому так как и сейчас видимо и в наступающем году будет примерно то же самое интересно что перевернут здесь только микроскоп по сути и первое что снизу похоже реально на микроскопу стоит а второе как будто какой-то камера какая-то разработка камеры висит наблюдает очень странно также такой интересный момент над си цзиньпином тут такой красной полоски и стрелка уперлась них то есть упор идет на вот эти вот самые моменты то есть где-то январь-февраль-март с марта на апрель будет упор идти на какую-то китайскую тему конечно же я думаю это будет вот эту самая коронка упор будет идти на нее а с байденом видимо судя по вот этим он графиком некий рейтинг прогресс его будет не очень мне кажется прошлой обложке говорили больше тут в принципе сказано все то же самое что и на прошлой журнале но чуть каком-то таком другом ключе но примерно одно и то же про прошлую обложку я говорил что все начнется коронка и закончится ну и так оно и было и сейчас видимо то же самое продолжается тема ведь коронка не просто так пришла чтобы уйти просто так конечно же я мог что-то пропустить обязательно напишите что вы заметили может быть какой-то ключевой момент был упущен не забывайте подписываться на канал ставить лайки и писать комментарии всем до встречи